Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно с Марией Салтаковой. И сегодня мы приготовим с вами замечательный салат, без которого не обходится ни один, наверное, праздничный стол. Его знают все от мала до велика. Это, конечно же, салат Оливье. Для начала мы подготовим все ингредиенты, а пока мы их подготавливаем, я расскажу вам историю возникновения салата Оливье. Знаменитый салат Оливье был придуман французским поваром в России во второй половине 19 века. Люсиен Оливье основатель знаменитого ресторана Эрмитаж, а также автор всем известного салата Оливье. Элитный ресторан Эрмитаж был основан Люсиеном Оливье после долгих лет жизни в Москве, когда он понял, что в русской столице не хватает французского шика. Поначалу бизнес приносил значительный доход, а молодой француз готовил знакомые с детства блюда. Этому успеху немало способствовал семейный рецепт майонезного соуса. Семье Оливье еще в начале 19 века стали добавлять при изготовлении соуса горчицу, а также несколько секретных специй, отчего вкус становился слегка острым. Ну что, все ингредиенты мы подготовили и приступаем непосредственно к готовке, а я продолжу свой рассказ. Затем Люсиен Оливье придумал рецепт салата. Вкус его был настолько изысканным, что это тут же принесло французу славу великого повара. Посетители нарекли новый салат Оливье в честь его автора. Вот рецепт классического салата Оливье, который готовили в лучшие времена в ресторане Эрмитаж. Филе двух отваренных рябчиков, один отваренный телячий язык, около 100 граммов паюсной черной икры, 200 граммов свежих листьев салата, 25 отваренных раков или один большой омар, 200 граммов мелких огурчиков, пол банки соя кабуль, пасты из сои, 2 мелко порезанных свежих огурца, 100 граммов каперсов, 5 мелко нарубленных сваренных крутую яиц, заправка соусом провансаль. Состав этих приправ, к сожалению, неизвестен, поэтому истинный вкус салата можно только представлять. Само приготовление тоже было очень интересно. Рябчиков жарьте в слое масла на сильном пламени 5-10 минут, затем положите их в кипящую воду или бульон, добавьте 150 миллилитров модеры на 850 миллилитров бульона, 10-20 оливок без косточек, 10-20 небольшого размера шампиньонов и варите 20-30 минут на слабом огне под крышкой. Тщательно промойте язык в холодной воде, положите его в холодную воду, доведите до кипения и варите на слабом огне с плотно закрытой крышкой 2-4 часа. Повесную икру нарежьте мелкими кубиками, листья салата тщательно промойте и нарежьте непосредственно перед приготовлением. Обмытых в холодной воде живых раков опустите в кипящий раствор головой вниз, дайте вскипеть в воде вновь и варите еще 10 минут. Пекули мелко порежьте прямо перед смешиванием, сою разотрите перед закладыванием в салат, свежие огурцы очистите от кожуры и мелко нарежьте. Каперсы также нарежьте мелко, предварительно их высушив. Яйца должны быть крупными и свежими, варите 7-8 минут. Все ингредиенты нарежьте и смешайте. Добавьте собственноручно изготовленный майонез и сразу же подайте к столу. До наших же времен дошел куда более упрощенный рецепт салата оливье. 4 картофельные, 2 головки репчатого лука, 3 моркови среднего размера, 3 маринованных огурца, 250 граммов вареного мяса птицы, можно заменить колбасой. 1 банка зеленого горошка, 3 вареных яйца, оливковый майонез, соль и перец по вкусу. Овощи берите средней величины, свежие, все ингредиенты нарезайте мелко и очень ровно на равные кусочки. Картофель и морковь отварите, очистите от кожуры, все нарежьте, смешайте и заправьте майонезом. Сверху украсьте зелью. Главный принцип все измельчить и заправить майонезом получил широкое распространение на просторах советского и постсоветского пространства. Породил немало вариаций на тему знаменитого салата, а современный вариант салата оливье во всем мире называют русским салатом или салат а-ля рус. Ну что, друзья, у нас готов наш замечательный салат оливье, который обязательно порадует нас на нашем праздничном столе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, что еще приготовить. Пока-пока!